Столичный Аболонский суд сегодня был забит до отказа. Десятки камер, полицейские посты в зале взрывотехники и кинологи. А все потому, что в деле о госизмене беглого президента Януковича допрашивали первых свидетелей. И свидетелей статусных. Что происходило три года назад, рассказали бывший премьер Яценюк и министр внутренних дел Аваков. Все детали этих слушаний в материале Александра Васильченко. Возле здания Аболонского райсуда Киева усилены меры безопасности. Всех тщательно проверяют. Перед началом заседания стало известно, что к делу снова приобщились частные адвокаты Януковича. Они заявили, клиент отказался от услуг бесплатной защиты. Такая рокировка приводит к двухчасовой паузе в заседании. Вы решено допытать свидетельств, пана Авакова и пана Яценюка, как это было заплановано раньше, а до доследования письмовых доказательств, которые были наданы стороной защиты, вы решено было перейти в середу. После перерыва переходят к первому за три с половиной года допросу свидетелей. В этот раз правоохранителей возле суда больше, чем утром. В коридорах посты, в зале кинологи и взрывотехники. Несмотря на ходатайство адвокатов перенести заседание, допрос начали с бывшего премьера. Яценюк заявил, что не связывался с Януковичем после его побега из Украины. Последний раз говорил с ним по телефону в феврале три года назад. Если мне не ошибает память, то это был мобильный телефон кого-то членов партии региона. И тогда я особо разговаривал с Виктором Януковичем с приводу его дальнейших действий для регулирования политической кризи, которая была спровокована в 2014 году. Также заявил, что Янукович постоянно сотрудничал с российской властью. В соответствии с Харьковским угодом Виктор Янукович пришел на то, чтобы продолжить неконституционный термин перебывания иноземных войск, а именно российского Черноморского флота, на территории украинской державы до 2042 года. В том числе и это решение привело к незаконной анексии украинской территории. Кроме того, Яценюк утверждает, Янукович обратился к Путину с просьбой ввести войска в Украину. Допрашивали бывшего премьера два часа. Затем, после 15-минутного перерыва, в зале заседания появился министр внутренних дел. Арсен Аваков заявил, в феврале 2014-го они вместе с тогдашним руководителем СБУ Валентином Наливаченко искали беглого президента в Крыму. Я летал туда не для того, чтобы, как принято говорить, поймать Януковича, заковать его в Кандалвике, привезти и бросить на растерзание толпе, потому что в тот момент у нас не было ни соответствующих решений, ни соответствующих функций. Мы ехали туда для того, чтобы найти Юркопедовича. Я хотел иметь с ним, как государственно назначенный функционер, разговор взятый, который он надеялся, что Юркопедович Янукович вернется к исполнению своих обязанностей и вернет на территорию страны. Аваков утверждает, что Янукович знал об этой поездке и пытался избежать встречи. По словам министров, последний раз они общались с ним накануне президентских выборов 2010 года, когда еще руководил Харьковской областью. Следующее заседание суд назначил на 13 декабря. Александр Васильченко, Евгений Коваленко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.